ребятушки всем привет всех с праздничками новогодними выехал я поработать сегодня в такси всем добра бабла и позитивчика а то чай уху ляля кебаб и мы стартуют go 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 ребятки стартуют 229 в конце времени 9 41 что ты тут зевс что-то вкусненько у тебя ну покажи подписчикам что ты там топчешь о красота мой красота какая повезло тебе ребятки ну что вы думаете где я еду прежде всего меня вчера вечерочком попросил сосед съездить и купить ему назад вида он же собственно говоря авиа шевролет замок зажигания вот я сырую на автограф такая обстановочка вот ребятушки заказе как я понимаю на котляры смотрите заборы сынчиком направо повернули у меня тут знакомая живет блин шикарный райончик я вам считается селом считается селом хотя я бы не сказал что это прямо силу вот заезжаю а гребятушки но в итоге замок я не купил потому что такого толком нету на автограде если есть то не факт что подойдет вот катаюсь работаю что хотелось бы отметить ребят сегодня идиотов дебилов повыезжала просто колоссальное количество просто колоссально этих оленей рогатых понимаете это скота этого парнокопытного просто нереальное количество это же не выехали скупится вот это вот ласточка стояла лилей у лилей у ту ласточку лилей у потом взял вы газу пол и папер думаешь он все как летом на летний резюме в общем пробки начинаются с утра вообще не было коэффициентов заработок ерундовый просто но что вы еще поймем а того ребята тут вам новогодние заработки чтобы были в курсе в такси до помимо всего этого я тут гирляндочку повесил машинка более-менее чистая все дела 5 10 еще и рейтинг испортили по сравнению с вчерашним днем ну вот так ну так но должен был майбах наверно приехать на экономия я не знаю что там должно было приходить пешеходов клоунских дебильных фиг знает сколько который бегает через дорогу что-то исполняют там ну вот вылетел только что гусь передо мной просто на токсоне как так и надо не пасибо ничего он со своей лярвой там общается ну ему некогда обращать внимание на автомобиле но тем более ланас понимать тем более ланас я рю я вот жду хочу вот этот эру супер экономного такси чтоб жигули с гидроусилителя он начали поворот не включил вовремя ну чистый чистый олень просто чистая ленища вот живу из гидроусилителя почему ребят потому что двери дешево на автограде стоят собственно говоря и такая машина и и будут бояться все от разноцветную как с первого километра гидроусилитель для удобства собственно работы расход у нее небольшой даже сравнительно ланаса будет поменьше нормальная тема я там по мироносецкой по рассекал бы потом у так окошко приоткрыл раз страховочку самолётиком сложил и провалить скользко бросила котят пусть так как хотят понимаете все и пускай решают вопросы со страховой кстати ребятушки кто не сделал страховочку а ну-ка быстренько залетайте по ссылочке в описании сделайте страховочку чтобы могли тоже так самолётиком складывать отдавать людям и пусть они что хотят то и делать я кстати делаю с нулевой франшизой вы напишите в комментариях вы с нулевой делать или нет мне нравится с нулевой вот и вы получите скидочку от меня на любую страховку какая вам там нравится я себе выбрала ранта мне понравилась саранта вот оформление занимает буквально пять минут страховка четко светится везде в ги и шми и мтсб у короче убер проверял там через киев все по базам все четко все отлично вот и плюсом ко всему если вы успеете до 31 числа сделать страховочку вы еще получите 10 литров бензинчика 95 вог который хотя бы пахнет бензином либо же либо же ребятки вы получите 10 литров дизеля на ваш выбор тоже вог пришлют вам карточку по почте сходите получите на новую почту карточку и вуаля по красоте бенз уже у вас кармане поехали заправились но я видео снимал на своем канале чем классная тема на самом деле я сейчас путешествую я вот немножко поработал уже час дня ребят сейчас путешествую на барабашова едут уже спускайся на барику как вы думаете что я там забыл я еду туда в пиротехнику магазинчик может кто знает надо купить пикарды пикарды кто так называл пикарды или кто-то может знакомых напишите пикарды треба купить вот короче сейчас куплю пикарды надо новый год уже скоро уже завтра новый год хлопцы это сегодня я работаю сегодня 30 число я сегодня видосы вам монтировал смотрю на часы на календарь компе вот так глазка протираю дивлюсь господи уже 30 а это просто я немножко засиделся за компом вот и получается надо съездить купить я не знаю что то там осталось что-то смогу я купить не смогу напишите в комментариях покупаете ли вы там салюты петарды на новый год и если покупаете то где напишите просто интересно я вот все время езжу на барик беру мне там ценовая политика качество все в принципе устраивает все ребят ready steady go погнал ребятки малеха скупился так закупился ребятушки отдал 460 гривен немножко подорожала конечно да даже немножко наверно в половину я в принципе такой наборчик плюс-минус каждый год покупаю там где-то салютики какие-то где-то что-то еще вот и в том году немножко подешевле где-то около 300 было в этом году смотрю там где-то 2 гривны там где-то десяточку подорожало и плюс-минус в общем пакет подорожал практически в половину ничего страшного но и вот говорится раз в году он китайцы идут или вьетнамцы я не знаю пацаны на широк видите он даст телефонами нормально зашли там одну штукенцию только взяли там за пару косарей и еще какую-то посмотрели покатили молодцы ребятки он тоже смотрите идут тоже сколько тащат детворой реальное количество люди покупают при мне пацанчик подошел горит да мне дядька вот у за 6000 там то-то туда думаю ничего себе ну да вот шкет стоит с батей подошел по красоте наши если день не позволяют почему бы нет я считаю напишите в комментариях как вы к этому относитесь но конечно если сравнивать там действительно бабушка которая получает пенсии так далее и тому подобное но если человек заправляет свой пуршкаен там я не знаю на какое количество бабок за день то я думаю для него купить там петарды на десятку тысяч гривен что там посмотреть в небо как красиво взрывается там я не знаю сколько это будет продолжаться ну-ка полчасика максимум да может несколько минут в принципе я думаю не сильно затратно для него это дело так ребятки друга с таджикистона отвез рамшута джамшута и еду собственно говоря в сторону дома надо пекарды завести а то что там я очкую такие пекарды там возить сзади в багажнике ну его нафиг и заодно немножко подскупиться треба фигурочка бежит не хлопчики вона вона гляньте я капалу к дабыла здрасте чуть сильнее то не закрыли опять не закрыли что вы сильно бережно а я обычно парень постоянно наоборот сильно обрегован ругается да пятки выскочил я поработать вот уже еду вечерочек думаю можно заказов побольше будет что-то тут прямо апокалипсис да 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 столько народу зелени купить и попали да и попали на вот так и рассчитан супермаркет да на это все я тоже самое захожу глаз цепляется то 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 надо то то потом смотришь вы когда уже день не закончились в кошельке тогда уже надо ехать домой не идти у них все это грамотно и музычка там играет ребятки вот сейчас еду и думаю как там выглядят мои пассажиры это первое второе как они там собираются не собираются смотрят по карте еду как я и так далее и тому подобное очень интересно на самом деле вам интересно было когда так что как выглядят ваши пассажиры и как вот они в этот момент собираются тому ждут такси что не говорят где-то такси пара пара или там нормально вежливо он он едет по сугробам с этом пробирается так далее и тому подобное интересен был вам хоть когда-то такой момент напишите в комментариях здрасьте здрасьте можно быстрее ну аккуратно это не тот кто такой погодит быстро сможет это все успеет да так мало потому что каждый день ты обещаешь подарки готовят заранее а у меня не просто много года у меня есть 3 дня рождения аааа такое вообще весело да сейчас на день рождения еду на который я уже 40 минут опала к твоей сестре вот а вчера была мама позавчера была племянника вот все бы чудненько если бы не все эти еще пробки снег и плюс еще я вот сейчас ехала почему еще опаздываю на пушкинскую у меня хлебнул датчик топлива ажня и благополучно заглопла вот так вот а как же он у вас там да вот кто его знает показывал еще четверть бака я как бы еще подумала что то я сегодня много езжу и без заправки вот муж говорит как блин заедет лучше на это на всякий случай заправься я да и конечно я как раз я по пушкинской ехала возле юр академии думаю там же маршал впереди у нас же в центре и заправок только ну и все заправлюсь и вот благополучненько стало напротив ютки чуть-чуть не подралась с каким-то мужиком ну словесная перепалка у нас уже такая хорошая чуть-чуть надо было подраться да блин ну просто понимаете самая обидная я не знаю в нашей стране во всех это странах так встаешь я получается мне чуть-чуть не хватило тяга ну что там как бы легенькая горочка ну в кармашек заехать я же получается как-то так раком и стала слышу в рупор сзади милиция второй ряд и начинают что рассказывать что это штраф ля-ля-ля-ля-ля я сижу они дальше группа рупор так что разает мерседес номер такой ну такой это черного цвета ну ладно никто же не выходит у них тут машина они же как бы по идее должны выйти правильно подойти к машине ну раз я стою я не выхожу ну ладно по идее чтобы вы понимали я пока не подошла и не постучала им в окошко вот он смотрит на меня аж в окошко уже тук-тук типа ну чуваки вы че и начинают мне опять вот это все рассказывают я говорю эй подождите я говорю как бы вы вы говорю хотя бы для самого начала спросили по какой причине я стою раком ааа говорю наааа проезжей части я говорю думайте мне по кайфу тут стоять я говорю вы слушать все эти маты ну и почему же вы тут стоите я говорю у меня видимо датчик открепнул я говорю как бы я чувствую что стартер крутится машина ну просто и не хватает чего-то а в данном случае топлива ну что еще может ну он говорю у меня видимо датчик топлива открепнул я заглохла мне нужно топливо понятно с наступающим и уехали я стою такая ну вот это вы гоните ребята ладно стоишься на аварийке уже вызвали одну ну я понимаю просто аж пробки я кого не вызвали у меня ну минимум 40 минут все будет ехать это 4 часа мне на 5 часов на день рождения я говорю мне начинает трюпать маршрутчик идет на разворот это ж напротив маршрута и убирается в меня и просто не убирает руку с сигнала я же на него смотрю а у меня не донированная машина он на меня а что-то там по глупам читаю возмущается я же открываю окно тот же самый текст говорю вы думаете или ну мне по приколу будет я говорю ну вам некогда проехать выйдите подтолкните меня что-то там ругался ругался я закрыла окно пошел на разворот блин да что ж такое то это я закрываю окно слышу окно слышу с правой стороны идет какое-то чудо полупьяное шатающийся ах ёптель моптель накупили машин ездить пи 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 не умеют у меня тут уже просто крыша я была же говорю слышишь ты чудо говорю ты сначала узнай по какой причине я тут стою а потом пизде у меня уже просто ну такой вот каждый налетели он говорил мешаю оттолкни опов стал ну раз такое дело ну а что заглохло да заглохло говорю что мне делать теперь ну поскажи такой перевозить через это давай толкать блин машина сколько там тонну 2 ну что-то смотрю там пыжится богатырь какой-то пьяный богатырь там уже смотрю второй человек присоединился сзади вот дело сдвинулось вроде как чуть-чуть подвинули меня с дороги ну и слава богу мир не без добрых людей уже нормальный какой-то молодой мужчина подходит раз такое дело он говорит точно топливо не аккумулятор это точно топливо все работает говорю как бы ну вот вот так вот во второй раз в жизни у меня это случается ну давайте говорит это канистры у меня нет но поехали на маршал может там необычно на некоторых заправках дают под залог канистры на некоторых да я тоже так раз попадал ну короче нет канистры пришлось купить канистры теперь будет моя именная канистра да на крыше вместо шашки да 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 пусть лежат у меня в багажнике на мерси норм вообще будет канистра на крыше ну да короче и ну съездили слава богу я очень успокоилась все залили я думаю хорошо хоть и канистры еще с лейкой пластмассовая наверное да да красненький 10 литровая ну ладно 240 литров это конечно полинялось ну это еще не дорого да ну да думаю слава богу что хотя бы сравнительно рядом надо а вот встань бы где-то вот в начале Пушкин там уже нет заправок я почему как бы ну я еду получается я ехала через центр да я прям мысли проскочила думаю а я ж как бы в основном в пробке Пушкинская стоит думаю ну блин надо заехать заправиться на всех десять ну да аааа как чувство ну и что в итоге завелась машина после того как залились да 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 она на бензине или на дизине дизит да идите пробуйте пробую сначала не заводится может воздух ну может попробуйте прокрутить пару раз чтоб насос проработал слава богу заехала еще заправила ребятушки немножко получше обстановочка на дорогах как видите меньше все таки мачмалы каши и снега но частного сектора это не касается ребятушки у меня сейчас клиент нужно говорить правильное произношение я так подозреваю через нос хно 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 вот так вот хно хно вот это истинный ну там арабский язык написано но я так понимаю там еще на английском есть и собственно говоря на английском наверное это как вот истинный я англичанин должен правильно все таки сказать поприветствовать его здравствуйте там сказать здорово хо вот так а вы вообще находитесь где подхожите я что-то не пойму в центре нет я в центре города Данилевского 33 а как такое может быть я заказываю маломясническая трещь нет здесь вот Наташа вызвала такси Наташа это вы? да да и у меня адрес стоит Данилевского 33 а как такое может быть если локация у меня здесь а я ну я ничего не знаю наверно вы на старый адрес вызвали или я не знаю как у вас так получилось он же по локации показывает где я нахожусь да я и вызываю если телефон находится не можно на адресам вызывать на какие угодно хоть в Африку мы наверное нажали не посмотрели куда и а я и думаю а я и думаю где этот самый и что теперь делать? ну я вам подожду 3 минуты заказ отменю а там отменю а там вызовите заново да и все хорошо окей извините ради Бога да ничего страшного а всего доброго да до свидания арабам вернул айфончик то ли шестой то ли восьмой я так и не понял вот они мне все до копеечки даже на чаюху никто не дал но главное ребят оставаться человеком тем более новогоднее это настроение алло здравствуйте а вы такси вызывали а вы за домом да стоите? нет я во дворе уже четвертый раз переезжаю неенду потому что здесь машины ездят честно я уже устал а можете пожалуйста объехать дом тут миграционная служба и я на нее указала у меня во дворе стоит точка что что? у меня во дворе makesista стоит какая служба куда ехать объездьте пожалуйста дом вот вы смотрите на подъезд по правой стороне объедите пожалуйста дом и тут будет миграционная служба первая дверь попробую найти вас пожалуйста но это не точно здравствуйте Здравствуй. Ну садись и решишь, мам. А как вы объезжали? Я просто смотрела по навигатору, там вообще оттуда откуда-то ехали. Не, вы ошиблись, я там был. Ну в плане, по приложению показывала пошли, да? Видите, у меня указано во дворе, я стоял вот здесь. Объезжал, я вот так. Перевожу, перевожу, каждый раз стрелочку, она все равно в двор заводит. Я там четыре раза постану, заглушусь, машина начинает какая-то ехать. И вот так вот туда-сюда по вот такому мачмале поигрался. Что, не будут ехать ваши мамы там? Да будут, но... Поехали без них, наверное. Там машина, видите, идет сзади. Сейчас начнут матюпаться еще. Это просто, а мы вызвали два такси, я так понимаю, что они два приехали. Извините, пожалуйста. Мам! У вас капитал? Нет, да. У вас капитал? Нет, да. Кулечек, привет. Мам, подвинь кулечек. Ну, быстрее, можно как-то? Нет, нельзя. Потому что мужа была, ну, человек отправили домой. Здравствуйте. Здрасте. Нет, я не закрылась. Аккуратней. Вы чуть ДТП не сделали. Да не сделала ДТП. И дверь все равно не закрыли. Я знаю. А какое ДТП чуть не сделала? А там машина ехала просто прямо на дверь. Думаешь, сзади разве не учено? Так мы в класс едем. Лера, не выноси мне мозг. Так, ребятушки, решил выставляться в сторону дома. Вот стою. Клочки впереди, видите. Дети вон катаются с папами. Надо катить. Уже времени. Сейчас покажу. Нормалево. Ребятушки, всем привет. Вот и отработал я крайнюю смену в этом году в такси. Что же случилось за этот год в целом, да? Давайте возьмем. Это, в принципе, очень много интересных клиентов. Очень много видосиков я отснял. На моем канале уже больше тысячи видео. Так же можете пересмотреть эти все видео. Я думаю, там полно интересных видосов, которые вам зашли. Зрителям, да? Очень интересные были пассажиры и так далее и тому подобное. Нас на канале, ребятки, нас с вами стало больше четырех тысяч подписчиков. Так же в телеграм-группе уже «Токсикул» больше шестиста участников. Все это благодаря вам. Ну и, конечно, немножко частичка моих стараний, недосыпов, ночных и так далее и тому подобное тоже здесь присутствует. Хотел бы поблагодарить, ребятки, каждого подписчика. Выключил печку, чтобы ничего не шумело. Каждого подписчика, ребятки, хочу поблагодарить от души, как говорится, душевно в душу. Спасибо за каждый лайк, за каждый комментарий, за каждый просмотр, за каждый нажатый колокольчик. Если вы этого не сделали, сделайте, пожалуйста. Ребятки, благодарю всех в этом году, кто смотрел мой канал. Ребятушки, просто от души спасибо. Добра бабла вам всем и чтобы все у вас было чики-пики, чтобы сбывались ваши мечты, чтобы все было у вас хорошо, отличненько, крепкое здоровье, чтобы вы не болели, чтобы все было у вас хорошо, ребят. Также, что хотелось бы сказать. Блокировали меня, собственно, в Балте в этом году. Кое-как, всеми правдами и неправдами, я восстановился в Балте, работаю, зарабатываю, как говорится, на кусок хлеба. Что еще у нас случилось в этом году такого такси интересного? Это то, что подняли тарифы. Наконец-то подняли немножко тарифы в этом году, но, опять же, не сильно. Также поднялся конкретно ценовой диапазон на заправках по всей Украине. То есть очень сильно подорожал газ, подорожал бензин и так далее и тому подобное. То есть такая вот тенденция. Ну, ребят, напишите свое мнение вообще про такси, что случилось в этом году. Какой самый большой видосик вам понравился на моем канале? Обязательно напишите, какой самый большой видосик зашел, какой персонаж больше всего понравился. Все это живые люди, все это настоящие пассажиры, ничего не было снято, блин, по договоренности каких-то там приколов и так далее и тому подобное, как снимают много блогеров. Ребят, если вы обращали внимание, просто фейковые пассажиры садятся к ним и лясы трясы матрясы, потом лица позамазывали и people have it, как говорится, на ура. Вот. В этом году катал я Яндекс, Убер катал, катал Болт в основном. Почему Болт? Потому что, ребят, ну это не реклама, абсолютно не реклама Болта. Как вы видите, ну как я рекламирую Болт, Болт меня заблокировал, ну это бред, сами понимаете. Болт кинул мне на бабки, это все рассказываю, это такая, это больше уже антиреклама, чем реклама. Вот. Почему Болт? Да потому что Болт дает мне просто заработать деньги. Я, как и вы, надеюсь, ну может не все, конечно, работаю в такси для того, чтобы заработать деньги на пропитание для своей семьи и так далее и тому подобное. Так же, ребятки, в этом году съездил я отдохнуть, снимал вам видосики, тоже кому интересно, где отдыхал, поищите на канале, посмотрите. Куча разных видосиков, так же автообзоры немножко я там снимал, так же снимал, ребятки, когда ездил где-то на авторынке, обзоры тачек. Так же я ездил на гонки, тоже снимал вам, на покатушки. В общем, много интересных видосов. Что хотелось бы сказать вам, поздравить, как вас, с Новым Годом. Хочется сразу вспомнить этот новый мемчик с 2220, с 2222 годом, ребятушки. Ну а если по правде, то с 2022 годом, наступающим, да, как бы хотелось бы, если я не ошибаюсь, по правде, потому что таксист это дело такое, может и ошибаться. Что хотелось бы сказать, ребят, всех поздравляю с наступающим, либо же кто уже смотрит, с наступившим Новым Годом. Желаю в этом году, чтобы вы не болели короной, чтобы вы вообще поменьше болели, крепкого вам здоровья, чтобы была хорошая погода в доме, как говорится. Что это значит, может кто не понимает. Чтобы благополучие было в семье, взаимопонимание, и все было хорошо, четенько у вас в семье. Любви желаю вам, ребятушки. Это самая важная, наверное, часть, которая, собственно говоря, движет человечеством. Также, помимо любви, желаю продвижения вам по жизни, чтобы сбывались, собственно говоря, мечты ваши, цели достигались, чтобы вы могли достигнуть той цели, которую себе поставили. Надо свет, наверное, включить. О, так вроде получше, мне видно. Нет, тогда не видно впереди вот этих гирляндочек чуть-чуть, которые висят. В общем, ребятки, искренне желаю вам всего самого хорошего в Новом Году. Просто все у вас было по красоте. Чтобы все, что вы хотели, все у вас сбывалось. Хорошего желаю вам наполненного всегда стола, изобилием, да, то есть продуктов. Чтобы вы могли купить себе нормальную еду, покушать. Чтобы вы могли отложить деньги на путешествия. Чтобы вы могли поменять машину, купить квартиру, обставить мебелью, выучить своих детей. В общем, все, чтобы у вас было хорошо, ребят. Просто от души. Также желаю, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайкосик, писали комментарии и рекомендовали видео друзьям. Либо же размещали у себя где-нибудь там в ВК, в Фейсбуке или в каких вы там, собственно говоря, сидите в штучках. В Инсте, может где-то еще. Ребятки, всех обнял. Добра, бабла, позитивчика. Увидимся в Новом Году. Всем пока-пока. До новых встреч. Добра, бабла и позитива. Пока, ребятки, пока. Да, ребятки, кстати, сколько же я заработал за сегодняшний день? Заработал я грязной кассы 2400, плюс чаюхи по Любасу было 200 гривен. А то, может, и того больше. Люди давали сегодня на чай, давали нормально. Все-таки сработали мои гирляндочки и так далее, и тому подобное. Новогоднее настроение. Плюс по радио постоянно крутили новогодние песенки. Люди в настроении. Люди уже поскуплялись многие. Все у них классненько. То есть, и пробег я сниму. Также, ребят, чуть не забыл. Будет ссылочка внизу в описании. Если вы успеете до 31-го числа, то получите 10 литров бензина при оформлении ОСАГО, ребятушки. Страховочки. Если вам нужна страховочка, переходите по ссылочке. В описании под видео будет ссылка. И там будет мой промокод ТОКСИКУЛ-21. И вы залупасите себе любую страховку, какую только хотите. Блин, занимать-то 5 минут. Либо сами там все позаполняйте. Либо там есть телефончик горячей линии. Позвонили, девочка вам все сделала за 5 минут, как в моем случае получилось. И все, страховка вуаля, готова. Сидя дома, не надо никуда ездить. Все четко. В базах, в МТСБУ. Везде она есть. То есть, где угодно, короче. Все, Uber принимает, страховка четкая, страховка рабочая. Любую выбирайте компанию. Аранта, какая вам нравится. И это, кстати, на этом сайте, ребят, одна из самых дешевых страховок вообще, которую вы можете оформить. То есть, если вы возьмете, вот как я брал, видео снимал, да, Аранта. Даже у самой Аранты страховка это дороже, если приехать в офис. Потому что нужно заплатить за это. Вот офис и так далее, тому подобное. Аренда, сами понимаете. Здесь все оформляется онлайн. Так, и также, по моему промокодик, вы еще 10% скидочку получите, ребятки. Это по любасу. Вот 10% скидку. Бензин, если успеете, или дизель 10 литров, если успеете, до 31 числа. Ну, а там, на всякий случай, позвоните на номерочек горячей линии. Уточните, может вам все-таки ляпнет 10 литров бензинчика. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ребятки, тикток и телеграм-группу таксистов города Харькова. Всех обнял, от души душевно в душу. Пока-пока, до новых встреч. У меня есть традиция. Я 31 числа всегда иду в зал. Вот, ребятки, пробег в конце 397. Вот время 9 часов 48 минут. Поработал.